В правительстве области прошло последнее в уходящем году аппаратное совещание. В самом начале заседания губернатор подвел итоги работы за 2018 год. Год, который несомненно войдет в историю, как год очень больших культурных, спортивных, оздоровительных, интеллектуальных мероприятий. Год, который несомненно войдет как год, связанный с выборами президента Российской Федерации, выборами в законодательное собрание в органы местного самоуправления. Несмотря на подведение итогов, к концу года в регионе еще планируется провести несколько крупных мероприятий. В том числе за оставшееся время продолжатся решаться вопросы, волнующие жители области. Мы откроем после капитального ремонта, да в общем-то заново практически построили специальную школу олимпийского резерва по боксу имени Липатова. Мы откроем новый детский садик, мы откроем новые палаты для диализных больных, мы с вами передадим муниципальным образованием школьные автобусы, автомобили скорой медицинской помощи на этой неделе. С Нового года вступят в силы изменения в структуре государственного управления региона. Сегодня губернатор подписал соответствующие изменения. С 10 января заработают три новых министерства – строительство и архитектуры, промышленности и транспорта, энергетики, ЖКК и городской среды. А с 1 января заработают Министерство семейной и демографической политики и социального благополучия, здравоохранения, межрегиональных и международных связей, а также развитие цифровой экономики и конкуренции. Будет переформатирована работа блока, занимающийся вопросами общественной безопасности. Все дружинники, все спасатели, которые под единым началом и будут осуществлять единые функции – это обеспечение безопасности населения Ульяновской области с наделением определенных функций, потому что у нас иногда добровольный народный дружинник не мог заниматься тем, чем занимался спасатель, а спасатель не мог заниматься тем, чем занимался дружинник. Если первый блок займется вопросами общественной безопасности, то второй – противодействием коррупции. Вторая часть аппаратного совещания касалась вопросов тарифов и ценообразования. Это направление обсуждалось в связи с вступлением силы закона по обращению с твердыми коммунальными отходами. По словам президента, нужно решить две первоочередные задачи в данной реформе – ликвидировать незаконные свалки и выстроить целую индустрию переработки отходов. Дмитрий Федоров оценил готовность региональных операторов к проведению реформы. По словам министра, контейнер и мусоровоз готовы во всех зонах. Вопросы вызывает работа мусоросортировочного комплекса в одной из зон. Но больше всего вопросов возникает у жителей области по тарифам за новую услугу. В настоящее время они варьируются от 104 до 119 рублей с человека, в зависимости от зоны. Но это не окончательные суммы. Сегодня среди привозков федерального округа мы находимся в середине, но на федеральном уровне сейчас разрабатывается ряд мер, которые нам позволят пересмотреть наше решение и еще раз снизить порядка 20%. Губернатор поставил задачу окончательно определиться с тарифами по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов до 28 декабря. В заключении аппаратного совещания губернатор сообщил, что подписал закон о бюджете Ульяновской области на следующий год. В Новый год регион теперь уже войдет точно с главным финансовым документом. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.